Традиционно в преддверии вступительных испытаний Комитет государственного контроля проводит заседание областной комиссии, на котором рассматриваются и обсуждаются основные моменты и правила проведения ЦТ, а также степень готовности пунктов тестирования. В этом году в связи с уменьшением числа зарегистрированных абитуриентов на Брещене вместо семи пунктов будет работать только пять. И они готовы принять первых испытуемых уже завтра, 14 июня, пройдет экзамен на знание белорусского языка. На сегодняшний день создана областная комиссия, созданы комиссии по вступительным экзаменам в учебных заведениях и работа будет организована на должном уровне. Основная задача, конечно, была и остается это обеспечение равных возможностей абитуриентам для поступления в высшеучебное среднеспециальное учреждение. Несмотря на то, что такая форма проверки знаний, как централизованное тестирование проводится в Беларуси не первый год, назвать ее систему застывшей и неизменной нельзя. Возникающие проблемные моменты, количество желающих сдать ЦТ, а также потребность вузов в наборе на те или иные специальности. Аспектов, которые необходимо учитывать множество, отсюда и нововведения, которые призваны оптимизировать процесс. И этот год не исключение. Принято постановление Министерства образования Республики Беларусь от 10 апреля 2014 года номер 34 о определении отметок, переравниваемых к неудовлетворительным по результатам ЦТ в 2014 году. Русский-белорусский язык от 0 до 9 баллов включительно, математика, физика, химия, биология от 0 до 14 баллов включительно, остальные предметы от 0 до 19 баллов включительно. Что новое здесь? Согласно пункту 1.2 при осуществлении дополнительного набора, о нем чуть позже скажу, на места, оставшиеся вакантными, неудовлетворительными будут считаться следующие баллы. Русский-белорусский язык от 0 до 4 баллов включительно, математика, физика, химия, биология от 0 до 9 баллов включительно, остальные предметы от 0 до 14 баллов включительно. Основные правила, которые должны соблюдать абитуриенты, просты, но тем не менее из-за волнения или невнимательности последних случаются нарушения. А потому не лишним будет напомнить, что на тестирование в установленный день испытуемый должен прибыть как минимум за полчаса до его начала, при себе иметь черную гелевую или капиллярную ручку, а также паспорт и зарегистрированный пропуск. Других личных вещей в аудиторию проносить нельзя. Если по объективным причинам желающий пройти тест его пропускает, то при предъявлении соответствующего документа ему может быть предоставлен второй шанс в резервный день. Для тех ребят, которые по каким-либо уважительным причинам не смогли пройти тестирование в основной день, для них существует так называемый резервный день. Он будет 5 июля. Соответственно, чтобы на него попасть, надо будет пройти регистрацию у нас в центре тестирования с 27 июня по 1 июля. Но проходить абитуриент будет тестирование в Минске в Белорусском господарственном университете.